Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выделить 6 миллиардов долларов на производство оружия и военной техники для Украины. Подробнее в зарубежных новостях. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси в воскресенье, чтобы выразить свой протест. Чем недовольны грузины через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители госучреждения выступили с некоторыми рекомендациями в связи с приближением пасхальных праздников, а также 1 и 9 мая. Тысячи полицейских будут патрулировать территорию по всей стране для поддержания общественного порядка и безопасности дорожного движения. Граждан также призывают избегать чрезмерного употребления алкоголя, не оставлять детей без присмотра и проявлять бдительность в местах скопления людей. По данным правоохранителей, в этот период возрастает уровень преступности из-за чрезмерного употребления алкоголя, а преступники пытаются украсть оставленные без присмотра вещи, в том числе из автомобилей припаркованных возле кладбищ. В ходе пресс-конференции в безопасности на Пасху, глава национального инспектората полиции Виарел Черноуцану дал населению несколько рекомендаций. Прошу быть осторожными в местах массового скопления людей, рынках, вокзалах, магазинах, быть осторожными с личными вещами, которыми мы владеем, чтобы они не стали объектом преступных действий, число которых увеличивается в этот период. Главное, не распространяйтесь в соцсетях об уходе из дома. Избегайте употребления алкоголя и антиобщественных мероприятий. Ещё один праздник – 9 мая. Запрещается торговать, хранить, производить и носить двухцветные ленты, представляющие собой символ агрессии. С 1 мая мы немного изменим правила в Международном аэропорту Кишинёва. Пускать будут только граждан, у которых есть посадочные билеты. Только они будут иметь доступ в аэропорт. Остальным придётся ждать их за пределами здания аэропорта. Специалисты Национального агентства общественного здоровья разработали ряд рекомендаций по сокращению количества отравлений во время пасхальных праздников. Яйца, пищевую краску, мясо, мясные продукты и куличи следует закупать только в авторизированных местах, где соблюдаются все санитарные правила реализации. В то же время представители ответственных структур обратились к гражданам с призывом в случае, если в указанный период они стали свидетелями тех или иных ситуаций по дестабилизации общественного порядка или стали жертвами преступлений, звонить в виденную службу экстренной помощи 112 или обращаться за помощью к ближайшему экипажу полицейских напрямую. На площади Великого национального собрания вечером и в ночь на Пасху будет обустроена общественная парковка. В то же время, по словам мэра столицы, его начебана ответственные лица будут держать связь с национальной полицией по поводу некоторых улиц, которые могут быть перекрыты, когда из Иерусалима привезут священный огонь. Что касается ночи с субботы на воскресенье в канун Пасхи, пожалуйста, также свяжитесь с полицией на случай, если некоторые улицы придется перекрывать, когда привезут священный огонь. Давайте обнародуем эти подробности заранее. Господин вице-примар Илья Чабан и управление транспорта, можете ли вы рассмотреть возможность того, чтобы вечером с субботы на воскресенье организовать на площади Великого национального собрания общественную парковку для всех тех, кто приедет в этот вечер к кафедральному собору. Параллельно в субботу вечером и воскресенье утром изучите, как будет работать общественный транспорт и как его доукомплектовать, чтобы у большего количества жителей была возможность передвигаться на общественном транспорте. В преддверии пасхальных праздников все муниципальные службы переведены на усиленный график работы для уборки и обустройства общественных мест. Мэрия Кишинева также сообщает, что все столичные кладбища уже подготовлены к празднованию Радоницы. Приближается Радоница, кладбище следует убрать и подготовить. Дороги в окрестностях, а также на всех маршрутах подлежат улучшению в той или иной степени в этом плане. Расписание общественного транспорта, который будет курсировать, отправлено мне на согласование. В этом году мы решили, что автобусов будет больше около 80 единиц и около 20 троллейбусов. Всего для перевозки граждан, в том числе на кладбище Святого Лазаря, 12 и 13 мая будет задействовано 100 единиц транспорта. Маршруты С, Д и 27 в эти два дня будут бесплатными. Расходы берет на себя муниципалитет. При этом на территорию кладбищ не будут пускать личные автомобили, а власти и полиция будут регулировать ситуацию, чтобы люди с особыми потребностями не столкнулись с трудностями. Мэрия призывает горожан в эти дни пользоваться общественным транспортом или хотя бы не парковаться возле кладбищ. Кроме того, городские власти вышли с запросом, чтобы возле кладбищ, как и каждый год, дежурили машины скорой помощи. В столичном мунсовете нет единого мнения по муниципальному бюджету на текущий год, поэтому его утверждение занимает так много времени. Об этом заявила вице-мэр столицы Ольга Орсу на заседании муниципальных служб в понедельник. Бюджет готов, он подготовлен, и когда будет консенсус в муниципальном совете Кишинева, тогда этот бюджет будет вынесен на утверждение. Потому что мы, исполнительная власть, хотим, чтобы по нему в конечном итоге проголосовали, а не обсуждали только с политическими заявлениями, и в конечном итоге получить ту ситуацию, которая есть сейчас. В то же время, еще одна тема, которую затронули на встрече в мэрии, касалась 9 мая. Что касается 9 мая, когда наша страна отмечает День Европы и День Победы, то в Кишиневе будет много мероприятий. В то же время, как я уже сказал, в периметре мемориала, который вернулся в управление мэрией Кишинева, пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом. Также мэрия Кишинева в эти дни организует тематические мероприятия. В этот день прошу полицию и всех коллег обеспечить общественный порядок. Многие организации, политические партии осуществляют разную деятельность. Мэрия Кишинева присоединится в этом году и станет частью европейского городка, где у нас будут две палатки с информацией о проектах, реализуемых мэрией Кишинева. Отметим, что согласно Трудовому кодексу Республики Молдова, 9 мая является нерабочим днем, в который все работники, независимо от того, работают ли они в бюджетном или реальном секторе национальной экономики, имеют право на выходной день с сохранением средней заработной платы. В понедельник сотрудники Национального антикоррупционного центра провели обыски по делу о пассивной коррупции и взяточничестве, в рамках которого под следствием находится глава столичного садоводческого хозяйства и бывший специалист земельного департамента мэрии Кишинева. Двое подозреваемых планировали организовать схему незаконной передачи земли, расположенной в столичном муниципе. Оба фигуранта находятся под следствием на свободе. Согласно материалам дела, лиц, заинтересованные в получении в собственность земельного участка от столичного садоводческого хозяйства, расположенного на окраине муниципия Кишинева, якобы обратились к лицам из его руководства, которые и организовали незаконную передачу права собственности на земельные участки за денежные средства в размере от 5 до 7 тысяч евро. Для реализации преступной схемы подозреваемые должны были выявить неприватизированные и неиспользуемые земли, а затем на основании фиктивного отчета передать их в пользование подставленным лицам. Следовательно, далее планировалась приватизация и отчуждение участков при помощи госслужащих мэрии муниципия Кишинева. В воскресенье Республика Молдова отмечала 10-ю годовщину со дня либерализации визового режима с Европейским Союзом. Согласно подсчетам Института европейских политик и реформ, за это время молдаване сэкономили на оформлении документов более 270 миллионов евро. Молдавский МИТа публиковал по этому случаю тематический видеоролик. Молдаване и европейцы и они заслуживают того, чтобы свободно жить, путешествовать в и работать там, где хотят, как все европейские граждане. Поэтому безвизовый режим очень важен. Мы можем путешествовать без виз, можем экспортировать в ЕС, говорить по телефону по низким тарифам благодаря соглашению о роуминге. И в первую очередь мы должны сохранить все эти привилегии, а также приумножить. Но у нас будет гарантий этого, как только станем частью ЕС. А вот спикер парламента Игорь Гроссов вспомнил о своем первом путешествии в Европу без визы. Я помню, самолет был заполнен молодежью. Студенты, школьники. Было ощущение, что мы первые, кто едет в ЕС. Это была Греция, администрация президента, едем в Афины. Самое важное, что это был дух свободы. Наконец-то мы были в одном ряду со всем миром, получив возможность поехать свободно, без виз. И я помню, как быстро прошел паспортный контроль. Показал паспорт и все. Было чувство гордости. В свою очередь глава Кабмина Дорин Ричан отметил, что за эти 10 лет без визового режима жители Молдовы более 30 миллионов раз пересекли границы Евросоюза. Сегодня нашим гражданам намного проще ездить в Европу. И тогда, когда хотят быть рядом с близкими, могут это сделать быстрее и на более длительный период. По подсчетам Института европейских политики реформ за 10 лет без визового режима страны ЕС посетили более 2 миллиона 150 тысяч граждан Молдовы, а молдавско-румынскую границу пересекали более 31 миллиона раз. При этом, благодаря без визу гражданам Молдовы удалось сэкономить более 270 миллионов евро. Напомню, молдавские граждане с биометрическим паспортом могут без визы посещать все страны ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии, а также стран Шенгенского соглашения, не являющиеся членами ЕС. Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. В понедельник в парламенте Молдовы прошла совместная пресс-конференция вице-спикера парламента Дойны Герман и вице-председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк, которая посетила нашу страну с рабочим визитом. Мы обсудили будущее участия Республики Молдовы в большой мирной конференции, которая состоится в июне в Швейцарии. Я хочу попросить от имени Украины, чтобы Молдова приняла участие в этой мирной конференции, участвовать очень активно, потому что мир в Украине зависит от мира в регионе и, возможно, даже во всем мире. Надеюсь, что в середине июня Украина и Республика Молдова смогут начать переговоры о вступлении обоих государств в ЕС. Вице-председатель парламента Дойна Герман заверила украинскую чиновницу, что Республика Молдова поддерживает соседнюю страну и привела небольшую статистику. Продолжаем оказывать поддержку 117 тысячам украинских беженцев, находящихся в Республике Молдова, в основном матерям, женщинам с детьми. Молдова также стала важной страной для транзита украинских товаров и мы по-прежнему готовы продолжать вносить свой вклад в инициативу «Земли солидарности». В 2023 году из Республики Молдова в ЕС транзитом было отправлено более 1 миллиона 600 тысяч тонн товаров, в основном зерновых. Тони морфы, в большинстве церкви, транситом Республики Молдова через ЕС. В понедельник в Кишиневе украинский вице-спикер также провела встречу с председателем молдавского парламента Игорем Гросу. В повестку визита также вошли дискуссии с министром здравоохранения Аллой Немеренко, с представителями МИД и Министерством образования, с руководством Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, а также с деловыми женщинами из украинской общины. Статус артиста в обществе. На такую тему было проведено первое заседание о модификации законодательства в области культуры. Об этом объявила на пресс-конференции депутат фракции ПДС Марчелла Нистер. У нас прошли первые публичные обсуждения с представителями сектора культуры из Республики Молдова. В их рамках мы затронули вопрос статуса артиста в современном обществе. Среди проблем, которые обсуждались на этом заседании, статус артиста в обществе, а именно фискальные аспекты – налоги, схема социальной защиты, безработица, заболевания, родительский отпуск, пенсии, государственное финансирование. Ещё одним вопросом, который обсуждался, стало отсутствие помещений для независимых артистов. И третье – отсутствие платформы для обсуждения проблем и предложений в области культуры с людьми, которые могли бы решать эти проблемы. У нас нет проблем. В состав специально созданной парламентской платформы войдут как законодатели, так и эксперты в области культуры, а также представители гражданского общества и бизнеса. Министр сельского хозяйства Владимир Боли ответил тем, кто требует его отставки. Напомним ранее, лидер коалиции за единство и благосостояние Игорь Мунтиану подчеркнул в рамках интервью, что на последней встрече с Майя Санду, на которой он присутствовал вместе с представителями других партий блока Эмприона, он потребовал отставки трёх министров действующего Кабмина – Андрея Спыну, Владимира Боли и Думитру Алайбы. По словам Мунтиану, они наносят ущерб имиджу правительства и процессу европейской интеграции. В рамках программы «Семь дней» на нашем телеканале Владимир Боля отметил, что перед тем, как просить его отставки, следует привести аргументы в эту пользу. Я ценю и слежу за многой критикой мой адрес, потому что критика всегда помогает понять, что ты делаешь правильно, а что нет. Она помогает всегда быть начеку, помогает оставаться в форме. Но речь идёт о той критике, которая показывает, что делаю я что-то не так, и как мне следует делать это правильно. Если есть такие мнения, я всегда открыт для общения со всеми. Я не гений, даже не талантливый. Я честный и справедливый человек и каждый день работаю в министерстве с людьми, заинтересованными в развитии сельского хозяйства в Республике Молдова. Кроме того, Владимир Боля прокомментировал отчёт Госдепартамента США, в котором авторы отметили, что явление коррупции в Республике Молдова всё ещё сохраняется. Это нечто объективное. Не признать эту истину означало бы не знать, что происходит в Республике Молдова в целом. Я верю, что когда будут видны результаты реформы юстиции, это требует времени, потому что здесь это как лук. Чистишь ряд, и ещё ряд, и ещё, и видишь, что в итоге плод испорчен. 32-летняя проблема коррупции вступила во вся охватывающую фазу. Боля также уверяет, что внутри профильного ведомства, которым он руководит, нет никаких схемы коррупционных действий, но в то же время не может нести ответственность за каждого человека. Дом Молдова, 32-летняя года са furат. Аккум, са furа сау не праа? По димензиуне Аминственной Агрокультуры и коллеги, которые я знаю, сомнение, 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 сомнение. Да, по димензиуне. Пой, луптам, реформам стема у юстиции. Да, 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 да. Бывший председатель платформы «Достоинства и правды» Андрей Настаси возвращается в молдавскую политику. В передаче «Семь дней» на нашем телеканале политик подчеркнул, что ему, как и другим молдаванам, как дома, так и в диаспоре, стало намного тяжелее жить. Настаси утверждает, что уже начал проводить встречи с гражданами в населенных пунктах страны, а также в ряде европейских стран. Ситуация сильно осложнилась, уже и для меня, как и для многих-многих людей. Я вам говорил, что я только что вернулся со встреч с диаспорой, после посещения сел и городов нескольких стран Европы, и люди очень грустные, элегантно выражаясь. Они настолько разочарованы, что очень злятся на многие обещания. Недавно вы видели риски, которым подвержена Республика Молдова. Вы также увидели риск возвращения мстительных олигархических сил. В связи с этим нельзя оставаться в стороне и наблюдать, как власти, которые заявляли, что они сильны, не могут справиться с элементами, о которых я говорю. Настаси также утверждает, что в 2015-2016 годах протесты были конфискованы представителями действующей власти. Масштабные протесты на площади Великого Национального Собрания в 2015-2016 годах были присвоены какими-то некомпетентными людьми. Какими-то людьми, которые просто не имеют ничего общего с нашими традициями, нашими страданиями и нашей верой в Молдову. Это были какие-то НПО, которые украли протесты, которые мы организовали вместе с сотнями миллионов граждан. И они скомпрометировали основную идею – диалегархизацию страны и перевод Республики Молдова на нормальный путь, путь европейской интеграции и, конечно же, создание здесь дома здоровых условий жизни и труда. За реакцией на заявление Андрея Настаси наш корреспондент обратился к пресс-секретарю Адриане Влас. Она подчеркнула, что ее политформирование не будет комментировать слова политика. Демографические кризисы и массовый отток граждан за рубеж – самая большая проблема, которой обеспокоены молдавские граждане. Об этом по итогу двухмесячной кампании по информированию о населении «Голос народа» заявила в рамках брифинга лидер платформы Молдова Ирина Влах. Бывшая башкан Гагаузи при этом добавила, что ее обращения в администрацию президента остались без ответа. Опустевшие села, люди массово уезжают за границу. Каждый день уничтожается основа нашего общества. Только за последние два года из страны навсегда уехали более 120 тысяч человек. Большая часть из них – молодые люди, что является большой трагедией. Публично не раз я указывала на эту проблему. Я обращалась к руководству страны, в том числе к президенту Майсанду. Но кажется, что эта проблема, от которой зависит настоящее будущее страны, и ее, и тех из ПДС не интересует. Следует отметить, что проблему массового оттока населения в рамках передачи «Семь дней» на нашем телеканале за тронулы глава Минсильхоза, вице-премьера, председатель столичной Чехии ПДС, Владимир Боль. Продолжение следует... Так же, по словам Мирины Влаг, граждане не понимают почему в стране, на фоне роста, показатели бедности увеличивают военные расходы и на этом фоне закрывают СМИ. Это и многое другое, как утверждает лидер платформы Молдова, привело к тому, что рядовые люди не уверены в завтрашнем дне. Мы, в отличие от них, видим наше настоящее будущее здесь, в Республике Молдова. Для нас, в отличие от них, Молдова – наш дом, и мы верим, что она может стать по-настоящему демократическим и состоятельным государством. И мы сделаем все возможное для этого, когда «желтые человечки» уйдут в историю вместе со своими знаменитыми рюкзаками и красивыми CV, полными важными должностями. За реакциями мы обратились в соответствующие учреждения, но в пресс-службах администрации президента и правящей ПДС к моменту подготовки материала к эфиру нам не ответили. Напомним, что 24 апреля заявления, сделанные Ириной Влах на подобном же брифинге, в данных учреждениях отказались комментировать. Из 700 килограммов выброшенных продуктов питания, Продовольственному банку Молдовы удается восстановить только 1 килограмм. Данные представил эксперт Вячеслав Ионица в ходе специального выпуска экономического анализа. В то же время Ионица рассказал и об индексе пищевых отходов в нашей стране за 2024 год. Индекс пищевых отходов рассчитывается следующим образом. Берется первый год, когда в стране образовались пищевые отходы. В Республике Молдова это был 2021 год. И в последующие годы мы считали цифру в 76 килограммов продуктов питания, выброшенных потребителем, одним гражданином, индексом номер один. После этого вторая цифра в 2024 году. Сейчас она немного улучшилась, но не стоит слишком радоваться, потому что реальные потери гораздо выше. По индикатору он составляет 71 килограмм. Что индекс пищевых отходов в Республике Молдова равен 93,4. Другими словами, теперь мы меньше выбрасываем отходов, чем при первом измерении. Вячеслав Ионица также представил данные о доле отходов на каждом этапе пищевой цепи. К сожалению, самые большие отходы производит население дома. Итак, если мы посмотрим на производственный сектор, когда продукты питания перерабатываются и превращаются в товары, 25% по разным причинам выбрасываются впустую. В перерабатывающем секторе 20%. В коммерческом секторе, который является вашим лучшим партнером, они также и самые ответственные, их отходы составляют всего 15%. А мы 40% отходов выбрасываем дома. Когда я купил товар, я принес его домой и выбросил в мусор. В этом контексте и Дизвейторл совместно с Продовольственным банком Республики Молдова инициировали информационную кампанию, направленную на сокращение количества пищевых отходов. В Кайнарах открылся новый завод по переработке фруктов. Мероприятие посетили министр экономического развития и цифровизации Думитро Алайба, посол Италии в Кишиневе Лоренцо Тумасони и инвесторы. По словам представителя Молдавского Кабмина, любая иностранная инвестиция – это еще один шаг в сторону европейской интеграции. Мы очень рады, что итальянские бизнесмены находят возможности здесь, в Республике Молдова. Мы очень рады, что каждый такой шаг, каким бы маленьким он ни был, все больше интегрирует нас в европейский рынок. Когда предприниматель находит возможности и инвестирует, это не может не радовать. Это создает экспортный потенциал, создает рабочие места. Со своей стороны посол Италии в нашей стране подробно рассказал о новом проекте и заявил, что партнерство между двумя странами носит не только экономический характер. По этому поводу удалось создать 25 рабочих мест, а в ближайшие два года планируется создать еще 15 рабочих мест. Соответственно, речь идет об инвестициях в размере около полутора-двух миллионов евро. Наши инвестиции всегда уместны, и мы рассматриваем их как молдо-итальянское партнерство. Партнерство касается не только экономической части. Здесь женятся многие итальянские инвесторы, так что это полноценное молдавско-итальянское партнерство. Согласно данным, которые привел Думитро Алайба, в 2023 году Республика Молдова была крупнейшим экспортером чернослива на европейский рынок. В преддверии пасхальных праздников Национальный офис туризма и Министерство культуры запускают кампанию «Встретим Пасху дома», призывая наших граждан воссоединиться с семьей и близкими на святые праздники, отведать традиционные пасхальные блюда и заново открыть для себя туристическую Молдову. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Сопрано столичного театра оперы и балеты имени Марии Биешу Александра Прокопович завоевала гран-при за лучший женский голос и приз зрительских симпатий на международном вокальном конкурсе «Верум Солитус», организованной национальной оперой Румынии в Клуш-Напоке. Как сообщили организаторы конкурса, благодаря этой победе вокалистка сможет подписать контракты со многими оперными театрами, представители которых входили в жюри. Также президент Майя Санду присвоила звание народного артиста скрипачки Александре Кононовой. Молдавская певица Наталья Барбу, которая в этом году представляет нашу страну, на международном песенном конкурсе «Евровидение» 28 апреля впервые отрепетировала свое выступление на сцене в Мальме. Певица исполнила песню «In the Middle». Полуфиналы конкурса состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая. Напомним, Наталья Барбу уже представляла нашу страну на «Евровидении» в 2007 году. Тогда она заняла 10 место, набрав 109 баллов. С 22 по 28 апреля поступления таможенной службы в государственный бюджет составили чуть более 805 миллионов леев, что составляет выполнение контрольного показателя за отчетный период в размере 117,5%. С начала года ведомство перенаправило в госбюджет около 11 миллиардов 480 миллионов леев. За минувшую неделю было оформлено 13 345 таможенных деклараций. Поток транспортных средств составил 58 697 пересечений. За минувшие выходные патрульные полицейские зафиксировали 4538 нарушений правил дорожного движения. 2613 водителей превысили скоростной режим. 34 человека сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 559 автовладельцев не соблюдали дорожные знаки, 137 нарушили правила использования ремня безопасности, 539 остановились в запрещенных местах, 94 не уступили дорогу пешеходам и велосипедистам. Спортсменка из Молдовы Дарья Казарес завоевала золотую медаль и титул европейской чемпионки на соревнованиях по боксу, которые прошли в Белграде. Молдовская спортсменка выступала в своей весовой категории плюс 81 килограмм. В финале она победила соперницу из России, завоевав титул европейской чемпионки. Второй и третье места на чемпионате заняли спортсменки из Венгрии и Сербии. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Неделя начинается с небольшого подорожания бензина на 1 бан, а дизельное топливо подешевеет на 7 банов, сообщает Нары. Таким образом, 30 апреля литр бензина марки А95 будет стоить 26 лей в 40 банов. За тот же объем дизельного топлива автовладельцам придется заплатить 21 лей в 48 банов. Только за первый семестр 2023-2024 учебного года зарегистрировано почти 4000 случаев подозрения на насилие над детьми в семье, в школе или на улице. В связи с этим фонд ООН в области народонаселения, Министерство образования, а также платформа для родителей организовали в минувшие выходные конференцию, как мы воспитываем здоровых подростков, партнерство, школы и семьи. Мероприятие собрало более 200 родителей, педагогов, школьных психологов и всех, кто интересуется этой темой. Нам очень хотелось, чтобы в рамках образовательной недели был такой формат, в котором мы могли бы ответить на интересующие вас вопросы и выстроить коммуникацию. Нам бы очень этого хотелось и думаю, что вместе с UNFPA в этом году мы сможем запустить программу обучения родителей. Запросов очень много. Мало кто из родителей понимает, что подростковые годы в основном проходят примерно одинаково. Неважно, хорошо вы учитесь или плохо, интроверт или экстраверт, подростковый возраст касается всех молодых людей. Происходят некоторые физические, эмоциональные, психологические изменения, о которых вам следует знать. Теперь мы, взрослые, которые находятся рядом с подростками и помогают им ориентироваться в этом периоде жизни, мы здесь сегодня, чтобы узнать или обсудить это. Согласно последним официальным данным, в 2023 году зафиксировано 449 преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием. При этом в 2022 году матерями стали 1505 девушек в возрасте до 19 лет. При этом уровень ранних родов в нашей стране выше среднеевропейского показателя. Согласно тем же данным, электронные сигареты курят 12,7% подростков в возрасте 13-15 лет. Ежегодно это число постоянно увеличивается. Почти у 10 тысяч детей и молодых людей в возрасте до 18 лет диагностированы проблемы психического характера, депрессия, тревожные и поведенческие расстройства. Кроме того, один из пяти детей в республике Молдова страдает бессонницей или жалуется на некоторые симптомы этого заболевания. Чаще всего нарушения сна вызваны чрезмерным использованием гаджетов. Считанные дни остались до пасхальных праздников, когда православные христиане всего мира будут отмечать воскресение Господне. Наша съемочная группа пообщалась со священником церкви всех святых, прославляемых на Молдавской земле и больше узнала о Страстной неделе. Это подготовка к Великому Четвергу и она осуществляется посредством молитвы и поста. На этой неделе мы призываем всех подумать и проанализировать значение жертвы нашего Господа для каждого из нас. Давайте последуем библейским примерам, будем упорствовать в молитве и в то же время вне молитвы не будем забывать делать добрые дела, потому что, как говорится, молитва без действия мертва. Отец Вячеслав объяснил нам важности, в частности, значения четверга и пятницы. Великий Четверг также известен как четверг 12-го числа или Черный Четверг. Страстная пятница – день распятия и смерти Иисуса Христа на кресте. И поэтому для многих христиан это день сурового поста и молитвы. В церквях, конечно, организуются специальные службы. При этом священник пришел с советом к прихожанам, кто намерен пойти осветить куличи и яйца. Не используйте эти наклейки для украшения пасхальных яиц, по той простой причине, что на них изображены иконы, крестное знамение, и им нехорошо оказаться на помойке. Молитва православной церкви – украсить эти яйца разными цветами, не нанося изображений. Мое личное наставление и других священников – исповедоваться на этой неделе, чтобы мы могли поделиться и насладиться воскресением Христовым. Особым образом государственный флаг чествовал и батальон специального назначения «Фулджер». Солдаты и офицеры состязались в мастерстве за кубок флага. На мероприятии присутствовало руководство генерального инспектората полиции, ветераны, а также ученики средней школы имени Дмитрия Концемира и села Чукалтены Аргеевского района. В этом году победителем стала команда 4-го отделения бригады. Кубок людям в масках вручил начальник национальной полиции Виорел Черноуцану. Отметим, в бригаде специального назначения «Фулджер» кубок флага проводится третий год подряд. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил планы Вашингтона выделить 6 миллиардов долларов на производство вооружений и военного оборудования для Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия украинским войскам. По словам Остина, в данный пакет вооружений войдут боеприпасы для систем ПВО, средства борьбы с беспилотниками, значительные объемы артиллерийских боеприпасов и ракет класса «Воздух-Земля». Шеф Пентагона также добавил, что заказ стал крупнейшим американским пакетом помощи Киеву. Ожидается, что на его исполнение уйдет несколько лет. Тем временем президент Украины вновь обратился к международному сообществу с просьбой поторопиться с поставкой дополнительных средств ПВО, начать официальный переговор о вступлении страны в ЕС и пригласить Украину в НАТО. Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и поблагодарил Конгресс за принятие пакета помощи, но добавил, что Украина работает со всеми партнерами, чтобы добиться такой скорости поставок, которая позволит ей удержать свои позиции и сорвать военные планы России. Президент Украины добавил, что в разговоре с Джеффрисом он подчеркнул, что системы Патриот необходимы и как можно скорее. По поводу вступления Украины в ЕС Зеленский заявил, что Киев выполнил все условия для начала переговора во вступлении и что теперь ЕС должен выполнить свои обязательства. Он также выразил оптимизм по поводу перспектив мира, сославшись на предстоящий мирный саммит, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Государственный секретарь США Энтони Блинкин вновь отправился в Саудовскую Аравию. На встречах с представителями властей страны политик сосредоточится на усилиях по обеспечению прекращения огня в секторе газа, освобождение заложников, которых удерживает Хамас, а также увеличение объемов поставки гуманитарной помощи. Между тем, исламская террористическая организация выложила в сеть новый ролик, на котором запечатлены двое заложников, похищенных в октябре прошлого года. В трехминутном видео показаны 64-летний Кит Сигил и 46-летний Умри Мирон. Из контекста следует, что видео снято недавно. Мирон сказал, что находится в плену уже 202 дня, а Сигил упомянул праздник Песах. Оба призывают власти и гражданское общество Израиля достичь соглашения об освобождении пленников. Видеоролик заканчивается обращением членов Хамас. Тем временем в ООН посчитали, сколько времени уйдет на расчистку завалов в секторе газа. По словам специалистов, на территории Анклава находится 37 миллионов тонн обломков зданий и неразорвавшихся боеприпасов. Ущерб предварительно оценили в 18,5 миллиардов долларов. Наибольший урон нанесен жилому сектору. Без крови остались 2,5 миллиона жителей. 65% разрушенных зданий и жилые дома. На квадратный метр приходится примерно 300 килограммов мусора. По нашим подсчетам, на очистку территории может уйти около 14 лет. Тем временем Анклав накрыла аномальная жара. Температура на юге страны достигла 32 градусов. Эксперты ООН предупреждают о новых угрозах вспышки инфекционных заболеваний в лагерях беженцев. В основном среди детей и беременных женщин. Только в Рафахе сейчас находится половина населения сектора. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал найти политическое решение, которое объединило бы газу и западный берег реки Иордан в одно независимое государство, передает Евроньюз. Он потребовал от Тель-Авива незамедлительно прекратить удары по анклаву и заявил, что остановить вторжение Израиля в Рафах могут только Соединенные Штаты. В американских университетах не прекращаются акции протеста против войны в Газии. Ситуация обострилась после того, как президент Джо Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Израилю на 14 миллиардов долларов. Студенты развернули палаточные лагеря, требуя прекратить финансирование и поддержку военных действий Израиля в Газе. Университеты перекрыли доступ в кампусы, перешли на гибридный формат обучения и вызвали полицию. По данным американских СМИ, за прошедшую неделю задержаны не менее 530 демонстрантов. В некоторых случаях полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ, сообщают СМИ. В Париже студенты одного из престижных университетов заблокировали вход в кампус с помощью мусорных баков, деревянных и металлических предметов. Протестующие говорят, что, по крайней мере, частично они были вдохновлены своими американскими коллегами. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что сами протесты являются отличительной чертой американской демократии, но отметил, что студенты склонны не замечать преступлений Хамас. Активисты еврейских организаций вслед за премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху обвинили участников протестов в антисемитизме. Тысячи человек вышли в воскресенье на улицы Тбилиси, чтобы в очередной раз выразить протест против законопроекта об иностранном влиянии. Участники демонстрации отправились огромной колонной к зданию грузинского парламента, где начались стычки с полицией. Участники протеста попытались пройти на сцену, приготовленную для митинга правящей партии в понедельник. Сцену охраняла полиция, поэтому демонстранты попытались прорвать оцепление. В результате возникли стычки, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ. Также на площадь к парламенту приехала полицейская машина с водометом и спецназ. В опубликованном ранее онлайн заявлении глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС. Президент страны Саламезу Робишвили заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят парламентом в третьем чтении. Однако правящая партия в свою очередь дала понять, что постарается преодолеть вето, набрав 76 голосов, после чего спикер сможет подписать его в качестве закона. Председатель КНР Си Цзиньпин 5 мая отправится в недельные турны по Европе. Первую остановку он совершит во Франции для встречи с президентом республики Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД. Помимо Франции, Си Цзиньпин посетит Сербию и Венгрию. Темы его предстоящих переговоров с европейскими коллегами Хуачуниин предпочла на данном этапе не раскрывать. Как сообщило агентство Франпресс со ссылкой на Элисейский дворец, председатель КНР посетит Францию 6-7 мая, чтобы в том числе обсудить конфликт на Украине с Эммануэлем Макроном. Отмечается, что затем Макрон будет сопровождать его в поездке в департамент Верхней Пиренеи в регионе Окситания на юго-западе Франции для более личной встречи. Визит приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года, сообщили в окружении президента. Король Карл III вернется к исполнению общественных обязанностей на следующей неделе, поскольку врачи довольны тем, как проходит его лечение от рака. Об этом говорится в заявлении о распространенном канцелярии британского монарха. Букингемский дворец также опубликовал новую фотографию короля и королевы Камилы, сделанную 10 апреля на следующий день после 19-й годовщины их свадьбы. Как сообщается во вторник, королевская чета посетит один из онкологических центров, где встретятся с медперсоналами и пациентами. Карл и Камилы отпразднуют первую годовщину коронации 6 мая. Также подтвердился государственный визит в Британию императора Японии Нарухита и императрицы Масака в конце июня. Во дворце подчеркивают, что курс лечения короля будет продолжен. Подробности болезни по-прежнему не разглашаются. С раком борется еще один старший член королевской семьи, принцесса Уэльская Кейт, проходит профилактическую химиотерапию и по сообщениям вернется к официальным обязанностям, когда ей разрешат врачи. Снижение иены по отношению к доллару негативно сказываются на экономике Японии. Курс упал до 34-летнего минимума – 158 к 1. Это привело к сокращению доходов и снижению покупательской способности населения, сообщает Reuters. Базовый индекс потребительских цен в Японии повышается 31 месяц подряд. При этом в стране наблюдается большой приток туристов в связи с падением курса и разгаром сезона знаменитого цветения. За март в Японию приехали 3 миллиона человек. Это самый высокий месячный показатель за всю историю наблюдений, отмечают исследователи. По их оценкам, с января по март путешественники внесли в национальную экономику больше 11 миллиардов долларов. Грузовой поезд ошел с рельсов у границ американских штатов Аризона и Нью-Мексико. Состав перевозил бензин и пропан. В результате загорелись 10 вагонов, о пострадавших не сообщается. Жители близлежащих домов эвакуированы. Движение поездов на этой линии приостановлено. Отменили и несколько авиарейсов. Причина железнодорожной катастрофы пока неизвестна. Ведется расследование. Сразу несколько торнадо обрушились на американский штат Небраска. Больше всего пострадал город Амаха. В результате стихии более 20 человек получили ранения. Разрушены сотни домов. Больше 10 тысяч жителей остались без электричества. Вот как выглядят некоторые города после того, как там прошлись разрушительные вихри. Крыши сорваны, повсюду обломки. От некоторых домов почти ничего не осталось. Смерчи такой силы, что сносит фуры на дороге. В сети сотни видео от местных жителей. Пугающие и впечатляющие зрелищи одновременно. Экстренные службы обыскивают разрушенные дома в поисках оставшихся под завалами людей. Вслед за США мощный торнадо наделал беды в провинции Гуандун, что на юго-востоке Китая основной удар стихии пришелся на город Гуанчжоу. Погибли 5 человек, более 30 пострадали. Повреждены сотни домов, а также линии электропередачи. Полтора миллиона жителей остались без света. Метеорологическое бюро присвоило смерчу третий уровень интенсивности из максимальных пяти. В регионе продолжаются спасательные работы и идет ликвидация последствий стихии. Тем временем Индию накрыла аномальная жара. В штате Западная Бенгалия температура превысила 44 градуса по Цельсию. Метеорологический департамент страны объявил оранжевое предупреждение по всему региону. Высокие температуры вызывают беспокойство властей на фоне проходящих всеобщих выборов в парламент. Компании под открытым воздухом собирают тысячу человек. Один из кандидатов упал в обморок прямо на выступлении перед сторонниками в штате Махараштра. Синоптики прогнозируют, что с апреля по июнь волны жары в Индии станут сильнее и продолжительнее. В прошлом году из-за аномальных температур в стране погибли больше 250 человек. У побережья индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны. Подземные толчки ощущались в столице Джакарте, где люди были вынуждены эвакуироваться из Дании, находившемся неподалеку городе Бандунг. Очаг залегал на глубине 68 километров. По данным индонезийских властей, предупреждения о цунами не было. Информации о пострадавших также не поступало. На этом выпуск завершен. Далее не пропустите премьеру сериала «Алла такси». Всего доброго и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.